дайте мне обратную связь как меня слышно как меня видно море приготовьте к рандаши фломастера мы сегодня у нас тема техника нейроарта мы поговорим про коронавирус мы поговорим про новую германской медицины мы поговорим про арт-терапию и соответственно проделаем практику а поэтому то что я хотел вам приготовила очень интересная информация она свежая на самом деле она не такая свежая но вот я ее получила буквально два дня назад долго и долго аж два дня переваривала осмыслила как ее донести поняла сегодня вот с утра проснулась поняла что нужно донести и соответственно как рассказать да и какую практику под это дело дать и так да вот вижу слышно видно волос блестит у меня новая прическа и так значит о чем я хотела поговорить о том что на самом деле хотела много чего дать ну дам самое основное вот дверь я думаю что туда попозже ко второй волне мы я вам дам другую информацию которую прям вот заготовлено а и почему я это все в общем-то даю до к тому что уже пора готовится уже пара к второй волне готовится и это будет к сожалению об этом во-первых спрогнозировала правительство я вам уже рассказывал почему каким образом относится правительство к коронавируса и почему она так от так относится я сейчас не буду повторяться каждый искать свою выгоду это первый момент второй момент хотим мы не хотим давал волна вот это второй этап будет и почему будет я вам сейчас расскажу и что с этим делать и как бы почему я считаю что так будет а я основываюсь я основываюсь на знание новой германской медицины я на самом деле на эту тему давно давно смотрю и меня сейчас даже психологии будет психосоматика новой германской медицины я буду изучать гораздо больше гораздо глубже жить по уже пошло погружение основала давным поставьте плюсики кто знает что такое новая германской медицины и поставьте минусы кто не слышал что это такое отдать мне обратно связь если даже не буду объяснять что это такое но просто скажу что основательно считается доктор реки реки забыл его имя сейчас его по-разному имя даже вот эта трактура райк герд хаммер да вижу минусы рак герд хаммер открыл это ну как будто способ исцеления да можно так сказать после того как его сын умер и он сам заболел на фоне переживаний сам сам заболел раком и за и вот он очень много наблюдал то есть нету никакой там работы с психологией да он наблюдал именно за организмом как работает в период болезни организм и очень интересно что что вот это учение доктора хаммера он в конце 70-х начале 80-х годов это вот дело проводил много-много опытов и исцелений и вот это направление и исцеления онкологических заболеваний на самом деле очень долго не находил отражение в мире более того этого доктора считали что он же научно у него учение и что он не прав и то что его методы не работают тем не менее было проведено исследование научное независимое исследование где то ли пять то ли шесть тысяч человек было вот ну как из испробовали да по методике хаммера и отмечено было 90 процентов случаев исцеления поэтому научно не научно этого 90 процентов исцеления о чем-то говорит и доктор хаммер вы вывел пять законов работы болезни работа человеческого организма основываясь на эволюции и о них я сейчас расскажу это вот связано непосредственно с нашей темы самое первое да что я у меня тут шпаргалочка кстати еще раз напомню нам нужно будет попить воды и карандаши фломастера для того чтобы проделать практику кто сделайте паузы возьмите телефон и бегите попейте приготовьте все что требуется не продолжаю рассказывать и так значит доктор хаммер открыл пять биологических законов и пи самый первый закон это то что реакции тканей на стресс формировалась в ходе эволюции для того чтобы мы ну чтобы организм выжил да и причем здесь может быть реакция на стресс вот на внешний стресс это не только какая-то болезнь она и внешне какие-то обстоятельства экономика кризиса прочее вот это все является нашей реакции на стресс и стресс это вот самый первый биологический закон к хаммера включается в организме когда совпадает три условия произошедшее какое-то событие должно быть неожиданным высокотравматичным и переживаться изолировано и вот очень интересно мы сейчас можем немножко отмотать время назад и посмотреть что у нас происходило да вот это наша изоляция когда мы слышали что в китае что то есть в мире что то есть много до конца мы не верили что это не будет с нами да и изоляция в том числе это будет с нами и по большому счету самый большой такой вот раму травматичный опыт получился это именно сама изоляция которая не не до карантин потому что по закону его нету но он фактически есть и штрафа за него тоже есть приходили так вот получается что у нас из-за и мы изолировались до высоко травматично почему потому что здесь очень интересно получилось что закрылись все предприятия и очень большой вопрос у многих людей возникал да а по поводу работы останутся ли они или будут сокращения ну что в общем-то и логично что уже пошло до многие бизнес не выдержали это травматично и но и неожиданно в целом все таки это было неожиданно готовься не готовься все таки до конца не верят что это будет у нас их так в такой жесткой форме когда у всех вот так вот посадят это был первый закон а второй закон это он он звучит так что любая болезнь проходит две фазы активная и восстановительная фаза активная фаза конфликта то есть есть какой-то конфликт у организма с окружающей средой есть немножко психологии подключая организм с окружающей средой есть какой-то конфликт внутренний да и в этот момент этот активная фаза происходит организм мобилизуется чтобы пережить вот этот конфликт чтобы его предотвратить чтобы его победить для того чтобы в конечном итоге выжить но это первый закон до что стресса мы преодолеваем стрессы чтобы эволюционировать чтобы выжить и после того как первая фаза случилась мы наступает вторая вторая фаза восстановительная и вот здесь очень интересно что когда первая фаза у нас активная даже организм мобилизуется он собирает все силы он начинает активно внутри нас размножать клетки до то есть если у нас болезнь сосредоточке в каком-то отдельном органе начинают плодиться там различные клетки клетки тела до клетки клетки этого органа для того что орган становится по сути больше и для того, чтобы справиться с этими болезнями, с внутренним напряжением, с внутренним конфликтом. Во время расслабления, во время второй восстановительной фазы происходит не просто расслабление, уф, упустило, но и происходит очищение и происходит освобождение от этих наростов. Если в связке с онкологией, то онкология – это что? Это опухоль, доброкачественная опухоль. Во время восстановления организм уже освобождается, очищается от того, что накопилось, очищается в том числе от токсинов. Если привязать это к коронавирусу, то что такое коронавирус? Это вид ОРВИ, вид простудного заболевания. Если мы посмотрим историю дальше, глубже, не только в ближайший год, а в 90-е годы, когда во время уже современной новой истории, когда очень сильно стали разрабатываться прививки против гриппа, против различных видов гриппа, у нас получается, что на всё диагноз «нет, у вас не грипп, у вас ОРВИ». И, соответственно, насколько я помню, читала исследование, но могу ошибаться, читала в прошлом году ещё, что когда с развитием этих прививок против гриппа у нас, получается, люди стали больше болеть воспалением лёгких, то есть грипп победили, но зато активировались другие виды простудных заболеваний, то есть что-то одно убили, а другое активировалось. И что такое ОРВИ, поговорим ещё чуть-чуть чуточку попозже. Следующий момент, про фазы поговорили, это был третий закон, то есть первая фаза – это когда у нас множатся внутри клетки, восстановительная фаза – это когда организм освобождается, и он освобождается через болезнь, очищение через болезнь. Почему так? Потому что на самом деле, если бы мы давали себе время побыть, отдохнуть, проболеть, расслабиться, перезагрузиться, то это было бы здорово, и организм адаптировался именно спокойно, перенёс болезнь в лёгкой форме. Но у нас же такого не происходит, мы про любую простуду переносим на ногах, просто привыкли, мы не даём себе возможности расслабиться, вот замереть, перестроить внутренние, вот какие-то моменты, перестроить внутренние, внутренние с внешним. Вот мы, почему заболеваем, да, это уже прям очень, ну, любые психосоматологи говорят, что простуда – это сигнал того, что организм устал, и что ему надо отдохнуть и перезагрузиться, ему надо что-то принять, что происходит, и очиститься, да, ну, перезагрузка, это вот освежиться. И, соответственно, что мы делаем? Мы не даём когда болеть, вот, пожалуйста, не даём организму болеть, а раз мы не даём болеть, то мы будем болеть долго и упорно. Следующий закон Хаммера – это все микробы, грибы, бактерии, вирусы, они – это не болезни, они несут пользу для человека. Я об этом тоже рассказывала, с позиции тета-хиллинга рассказывала. И получается, что нет ничего вредного в организме. Болезнь, грибки, вот, вирусы – они даны нам для чего-то. И вот я опять же это повторюсь, я говорила, что коронавирус, он для чего нам дан с позиции высшей точки, что сейчас у нас идёт время перехода, мы перестраиваемся на более высокие вибрации, мы перестраиваем вот своё мышление, да, вот открываемся, ну, всеобщей любви, можно так сказать, человеколюбе, принятие того, что происходит, более поворачиваемся опять к природе, потому что у нас очень много сейчас вот технологического загрязнения и перепотребления, и поэтому сейчас идёт перестройка внутренняя, энергетическая и, соответственно, экономическая в том числе, но прежде всего идёт, конечно, на уровне осознания перестройка. И вот, и для чего нам дан-то горновирус? Вы посмотрите саму вот молекулу, да, вот этого коронавируса, насколько она действительно потрясающе красива, потрясающе красива, и не зря у неё вот такое название корона, корона, да, вот на голове, это, во-первых, пробудить нас к осознанности, что мы творим, куда мы идём, что мы делаем, а во-вторых, это для внутренней структурации, то есть мы вот пробудили осознанность, и для структурирования, что у нас происходит, как мы живём, в соответствии с высшими законами или нет, вот этот момент очень важен. Поэтому если мы в соответствии с законами природы, в соответствии с высшими законами, законами любви принятия и экологичности, то всё хорошо, всё замечательно, и мы как бы, если даже мы будем подвержены этому вирусу, то он нас не коснётся в такой сильной, серьёзной форме. И если же нам нужна очень большая, нужна перестройка, переосмыслить в голове всё вот эти программы, для чего нам нужна болезнь, какую задачу, лично нам она несёт, чему учит, то тогда мы будем болеть долго и упорно, если слишком много внутреннего сопротивления. Следующий момент очень важный, что получая, вот как раз Хаммер говорит о том, что все болезни и вирусы, они помогают, во-первых, они нападают на вот эти вот разросшиеся органы, и они нападают в восстановительной фазе. Вот именно, когда уже вроде стресс прошёл, фух, мы выдохнули и вот расслабились. Но это вот очень наглядный пример, я думаю, мама меня поймут очень часто, когда ребёнок болеет, все силы мы мобилизовали вот этот конфликт, болезнь ребёнка, за тем, чтобы его выходить, да, вот его, чтобы он стал здоров, и мы прям вот туда, все там, болезни ребёнка. О себе мы не думаем, о том, что мне нельзя болеть, у меня там дети. И когда ребёнок поправляется, мы что делаем? Немножко организм расслабляется, и пошла-пошла болезнь, пошла болезнь, потому что тело, не только оно ослаблено, иммунитет, а как раз-таки здесь идёт настройка мозга, что вот она, включая вторую стадию, что мы были в напряжении, у нас там скопились какие-то вот лишние клетки, нужно от них избавиться. И как раз подключается, присоединяется болезнь, которая на наш ослабленный организм, на наш ослабленный иммунитет с удовольствием набрасывается, и чем мы ослабленнее, тем дольше мы и сложнее болеем. Поэтому вот и возвращаемся опять же к ОРВИ, да, к воспалениям. Что это такое? Это вот прям по Хаммеру воспаление, различные воспалительные процессы, это неплохо. Это показатель того, что организм освобождается, и это идёт перезапуск организма, то есть очищение тела. Поэтому ничего страшного в том, что мы болеем, нет. И в том числе ничего страшного в том, что мы будем болеть коронавирусом, тоже нет. Это вот такой мой личный вывод, основанный на том, что я узнала то, что рассказываю. Но на самом деле я к этому давно и приходила, просто в зависимости от того, насколько мы… Ну и сейчас я, ладно, расскажу. Я вот прям прочитаю вам эту такую подсказку, что длительность и острота симптомов процесса исцеления определяется продолжительностью и интенсивностью предшествующей активной фазы конфликта. Повторный конфликт, прерывающий процесс исцеления, удлиняет сам этот процесс исцеления. О чём это? О том, что как долго мы находились в стрессе, как долго мы находились в нашей первой фазе, и столько же мы будем восстанавливаться. Вот хотим мы, не хотим. И получается, да, вот простая арифметика, что мы когда сели в конце марта, да, апрель, май, вот и июнь, ну, по сути, июнь тоже у нас был, он немножко расслаблен, но вот два-три месяца мы вот сидели в этой изоляции. Непонятно в этом напряжении, стрессе, что будет, а как будет потом. И, соответственно, сейчас, пока идёт лето, наш организм открывается, что можно выдохнуть, можно расслабиться. Вот это тоже занимает какое-то время, примерно столько же. И потом вступает в третье, ну, получается, что третья фаза, да, вот как короткий промежуток нашего выдоха прошёл, и потом наступает активная вторая фаза, активность во второй фазе, это когда мы заболеваем. Это как раз к концу, к началу осени можно ожидать, к началу осени, но можно ожидать ей там, когда похолодание будет, потому что организм только вот расслабился, адаптировался под нынешнее лето, да, потому что весна мимо прошла, мы её не видели, организму этого не хватает. Лето вот мы хорошо, у кого есть возможность прям вот на природу и насладиться вот прям вот побыть и погрузиться в это. Но часто очень, если работа у нас, то мы и лето не увидели, не успели толком перестроиться, выдохнуть, и сейчас, и в сентябре там опять новые холода, организм начинает подстраиваться под холода, опять мобилизоваться, и вот оно бабахает, бабахает новая простуда, которая, в принципе, спрогнозирована. Поэтому что в связи с этим можно сделать, да, зная вот то, что я рассказала, зная нашу психику, зная, как работает вот тело, организм, зная то, что будет там вторая волна. На самом деле, самый первый момент, это следует укреплять иммунитет. Ну, я вам способа говорить, конечно, не буду, просто надо только укреплять иммунитет. Каждый выбирается в свои способы. Я вам сейчас с помощью арт-терапии покажу вариант. Вот, но на самом деле, и опять же, как показывает практика, да, вот, готовимся к этому стрессу, как выжить? Ну, имеет смысл принизить его значимость. То есть вот не поддаваться панике, да, не поддаваться какому-то вот всеобщему хаосу, и сидеть вот так вот, ожидать, ааа, мы все заболеем, мы все умрем. Нет, этого не будет совершенно. Почему? Потому что у нас иммунитет, потому что мы-то готовы. Опять же, вот расскажу вам случай, даже интересно, например, читала опыт подводников в 91-м году. Кто проходил, проходили в подводной лодке, проходили такие вот испытания глобальные, изолировано, залегли на дно на два месяца в северном ледовитом океане, как раз-таки вот то, что у нас, только еще хуже, да, когда вот нет толком нормальной связи, нет ни интернета, ничего, не выйти на улицу, подышать воздухом. И вот, как показали исследования, через два месяца у всех подводников на 98% повысилась внушаемость. Что это означает? Что можно, люди, людям в голову взбрела какая-нибудь идея не очень хорошего качества, да, и тут же они поверили в нее, и вот вам, пожалуйста, депрессия, вот вам, пожалуйста, не только стресс, но и вот это вот верование, что все умрем, все умрем. А ведь на самом деле, вот по телевизору, только об этом мы рассказывали, что вот столько-то случаев заболевших, вот так все плохо, там все плохо, там все плохо, и ничего хорошего. Поэтому, что, вот второй как бы способ, кроме иммунитета, отключаемся от внешних источников информации, потому что, ну, это ужасно, на самом деле информация каждый вот, ну, организм, человеческая психика так устроена и настроена, что надо распространять плохое, на плохое лучше реагируют, чем на хорошее. Вот, ну, к сожалению, так, да, за плохим есть это на уровне выживания, выживание за плохим, есть опасность, что мы предупреждены, и значит, мы можем выжить, да, что-то предпринять какие-то действия. Поэтому мы поверим, что вот если будет изоляция, мы не сможем умереть, потому что мы запремся. Но, как показывают уже исследования, и вот последние волны, да, вот изоляция показали исследования, что последствия были гораздо хуже, чем если бы не было этой изоляции. Другой вопрос, что у нас, к сожалению, люди не столь ответственны, как в той же Европе, да, когда сказали носить маски, носите, и опять же, когда сказали, что, ну, не вылазьте, вот не кучкуемся, у нас, к сожалению, вот две крайности, да, либо сидим, заперевшись в ожидании прихода, либо сидим, либо гуляем всей этой алпой, продолжаем. Вот, и здесь, что я еще хотела сказать, да, вот еще один способ, как бороться с глобальным стрессом. Мы переключаем фокус на маленькие стрессы, то есть мы создаем себе какие-то препятствия, бросаем себе вызовы, на которые мы вот мобилизуем силы и не с большой-большой акулой боремся, а вот он, о, зачем нам эту акулу, пусть она себе мимо идет. У нас вот тут маленькие какие-то вещи, которые стоит, каратики, которые стоит поймать, да, и победить. И, то есть, ну, например, вы можете сделать, как сидя в изоляции, там новый ремонт, или вот я как пошла учиться, да, и это на самом деле, это непросто, но тем не менее, мне было некогда думать о том, что происходит в мире, у меня вот учеба, у меня есть задача. То есть ставите себе какие-то задачи и преодолевайте, и это очень сильно мобилизует, очень сильно помогает выйти победителем, по сути, из вот этой неприятной ситуации, из любой стрессовой ситуации. Создавайте себе микрострессы и переключайтесь. А сейчас я хотела бы вам провести с вами практику арт-терапии. Я надеюсь, что мы успеем. Напишите, кто будет рисовать, кто не будет рисовать. Я хочу сделать вам практику, знаете, она такая вот, несколько эзотерическая, то есть стоит посмотреть на себя со стороны, что мы не просто физическое тело, да, мы, во-первых, находимся в контакте со всем, что происходит вокруг нас, и когда мы находимся в контакте, когда мы находимся в потоке, мы умеем, всегда умеем договориться с теми же вирусами, да, вот на уровне энергии. Второй момент. Нужно помнить, что мы не просто физическое тело, мы прежде всего сознание. Когда мы осознаём, что мы больше, чем человек на планете Земля, чем мы просто физическое тело, то нам проще управлять своей реальностью и происходящими вокруг событиями. И сейчас я переключаюсь на рабочее пространство, вы пока попейте воды, я тоже попью воды, у меня водичка приготовлена. Закройте глаза, сядьте поудобнее, глубоко подышите, а я пока перестроюсь. так, да, вот вижу, буду рисовать. Сейчас я повыше сделаю, чтобы вам было видно. я тоже попью водички. Подготовлю по-русски с мастерами. И, в общем, здесь тот момент, что если нам суждено заболеть, то лучше переболеть в легкой форме, так, чтобы мы сами этого не заметили. и такое тоже более чем возможно. Я надеюсь, что вы попили воды. Сделайте глубокий вдох, закройте глаза и выдох. И сделайте еще один глубокий вдох и выдох. и представьте себя в пространстве белого света. Представьте, как сверху на вас изливается этот свет. Вы находитесь целиком в этом потоке. Он наполняет вас, каждую клеточку вашего тела. И почувствуйте где-то внутри себя, представьте, почувствуйте или знаете, где есть ваши Высшее Я, ваше сокровенное Я, ваше истинное Я. Представьте, где оно внутри вас, на вашем теле находится. У кого-то это возможно в зоне сердца, прямо в самом сердце, у кого-то в сердечной чакре, у кого-то в зоне живота или солнечного сплетения. Просто почувствуйте, где это у вас находится, представьте или знаете, отклик от своего тела. Услышьте? И теперь представьте, как вот эта частичка вашего Высшего Я наполняется белым светом и становится, и разрастается, становится все больше и больше, больше и больше. И вот оно уже заполняет все ваше тело и выходит из вашего тела, и заполняет всю вашу ауру, заполняет все пространство вокруг вас. И вот это ваше Высшее Я, оно растет, оно расширяется. Это вы и это ваше Высшее. То, что находится в контакте с создателем, мирозданием, высшими силами, называйте, как хотите. то, которое управляет, по сути, вашим телом, то, которое формирует вашу реальность. И представьте, как это Высшее Я еще больше расширяется, расширяется, легкое, прозрачное, невесомое, эфир, и выходит уже за границы вашего дома, города, планеты. И при этом Вы как бы и в теле, и как бы в этом сознании выше, вверху, Вы смотрите на свое тело со стороны. И Вы ощущаете свое тело, но при этом Вы понимаете, Вы чувствуете, что Вы Высшее, Вы больше, Вы шире, чем Ваше тело, шире в плане сознания, в плане души. И теперь сделайте глубокий вдох и скажите, я, назовите свое имя, выражаю намерение быть здоровой и иметь крепкий иммунитет. Я выбираю жить в балансе с собой и окружающим миром. Ведь когда мы в балансе, когда мы в контакте, у нас все происходит плавно, ровно, экологично. И я часть этого мира, но не принадлежу ему. Я больше, чем просто человеческое тело. Я часть этого мира, но не принадлежу ему. Я больше, чем человеческое тело. И теперь представьте, как вы с позиции своего высшего сознания, своего высшего Я, души, духа, делаете вдох и вдыхаете в свое человеческое тело крепкий иммунитет, силу, здоровье. наполняете его, наполняете свое тело. Потому что вы выбрали это. И вы хотите это проявить. И сейчас возвращайтесь потихоньку, сделайте глубокий вдох, открывайте глаза и возвращайтесь к нашему листу. Возьмите тот фломастер, который отзывается, которым вы нарисовали бы себя. Кто вы, какого вы цвета. Нарисуйте. Возьмите этот фломастер и вот где-то на листе бумаги почувствуйте, где вы, где вы хотите себя нарисовать. Хочу нарисовать вот тут. Это Я. В виде круга мы рисуем себя. Наше сознание, наше тело, нашу жизнь. Вот. Это Я. А теперь возьмите фломастер, который ассоциируется у вас с коронавирусом, с молекулой коронавирусом, с тем, что происходит, когда у нас коронавирус, вот с этим явлением. Выберите этот фломастер и также почувствуйте, где вы можете его нарисовать в виде кружка. Вот. Почувствуйте, где бы вы его нарисовали. И он гораздо меньше нас, потому что это лишь какая-то штука, которая влияет на нас. А теперь мы берем зеленый фломастер, зеленый или желтый, ну, скорее, зеленый, цвет из той линии, и рисуем иммунитет. Так, у меня фломастер подошел. Берем другой фломастер зеленый и рисуем наш иммунитет, нашу защитную оболочку, то, что стоит на страже. Вот он, наш иммунитет. Рисуем его. Прям вот можете себе повторять, да, я рисую иммунитет. Я выбираю здоровье и крепкий иммунитет. Вот эту фразу, да, я выбираю здоровье и крепкий иммунитет. И этим же зеленым фломастером мы рисуем поток, так как мы сонастроены со вселенной, да, мы в потоке, мы рисуем вот такие вот легкой-легкой вот рукой рисуем нашу, ну, нейролинию. Рисуем именно потоком, чтобы у нас и наш коронавирус охватился. У меня легко фломастер идет, я его даже вот кручу слегка. вот он у меня поток. И я сейчас вот несколько раз прорисовываю уже осознанно вот эту вот линию, она может немножко у меня не совпадать, и это нормально, потому что у меня это нейролиния, да, я иду за рукой, я иду за фломастером. Вот он поток, проходит через меня, проходит через молекулу, у кого не проходит, вот прямо осознанно проведите. Вот у меня видите, линия прошла. Можете еще вот если хотите. и сейчас что мы делаем, мы повторяем постоянно я выбираю здоровье и крепкий иммунитет, и мы соединяем все наши пересечения, все наши сочленения. Я выбираю здоровье и крепкий иммунитет. Вы можете даже сказать, что дорогой вирус, приходи, если мою систему и принеси то, что тебе нужно, но как сказать, что убери то, что лишнее во мне, с пользой для меня и в легкой форме. Вот в легкой форме, почему бы и да. Если ты считаешь нужным, приходи, я готова тебя встретить, но в легкой для меня форме. я выбираю здоровье, крепкий иммунитет. Ну и вот, кстати, пока мы рисуем, имеет смысл подумать о том, каким образом я могу укрепить этот самый иммунитет. Возможно, кто-то захочет там овощи, много-много есть, прям себе цель-задачу поставит в ведро моркови в день. Кто-то захочет обливаться холодной водой, особенно во время отключения горячей воды, очень даже неплохо. Кто-то захочет заняться спортом, тоже хорошо, тоже полезно. Просто вот подумайте, что вы можете сделать, да, вот, ну, вот на самом деле работаем на упреждение. Инструментов много, что вы можете сделать, какой инструмент внедрить, использовать. Сейчас, кстати, очень хорошее время для закалки, для обливания, потому что вода в трубах нагревается, даже если вот вы холодной водой обливаете, она просто нагревается, не остывает, да, как во время мороза на улице. И очень даже комфортно и освежающе. Я прям люблю это дело, утром, вечером обливаться. Опять же, вот еще момент такой, ну, лично я верю, да, что невозможно быть без простуды, просто потому, что, именно потому, что простуда дана для того, чтобы мы перезагрузились, отдохнули. Это важный момент. Если вы верите, что можно жить без простуды, то это здорово, это вот ваша программа. Вот он, я выбираю здоровье, крепкий иммунитет, вот он мой, иммунитет, моя защита, которая, вот если захотите, вот, но мне хочется вот отсюда, от иммунитета пустить еще какие-то линии, которые свяжут меня со вселенной, свяжут меня вот с другими событиями в жизни, и при этом они меня будут защищать, защищать. и теперь нам надо добавить цвет. Какой цвет мы добавим? Здесь на самом деле не столь принципиально, а здесь идет тема ваших ощущений. Да, возможно, у вас есть какая-то тревожащая болячка, болезнь, вы хотите ее сейчас проработать, вы просто подумайте, каким образом выгляжу я, да, или вот каким образом выглядит мое тело, мой организм без вот этой болячки. Берете этот цвет и добавляете его. Добавляете вот этот как раз поток. Я сейчас беру карандаш, у меня фиолетовый пошел поток. Я, кстати, вот эти две фигуры пока не трогаю. Мне хочется вот прям сразу хочется сделать поток, именно вот поток энергии, что я в потоке. Можно, конечно, начать с фигур, зафиксировать их, закрепить, но вот мне хочется именно почувствовать этот поток, поэтому я его создаю. Я в потоке, я здорова. Ведь я действительно, у меня нет конфликта со Вселенной, значит, какие болячки? Болячки – это символ того, что я в чем-то несинхронистично со Вселенной, я в чем-то с ней не согласна. Это вот момент обратить на себя, на свою жизнь внимание, что-то подправить. Когда я в потоке, когда у меня все хорошо, то я и здорова, у меня есть силы, у меня есть возможности, ко мне приходят, и вообще жизнь интересная. Вот он, поток. вы можете взять любой другой цвет, вы можете добавить еще цвет. Это вот сейчас задача почувствовать, создать свою красоту, красоту своего мира, что вы в потоке, и Вселенная с вами в потоке, у вас все красиво и хорошо. И при этом повторяйте, обязательно повторяйте, я здоровый, у меня крепкий иммунитет. Когда есть крепкий иммунитет, соответственно, когда мы в это верим, да, у нас, мы начинаем действовать, как будто у нас крепкий иммунитет, мы начинаем ее поддерживать, мы перестаем есть всякую бяку, либо едим, но в очень ограниченном, дозированном количестве, которые так, что это нам не представляет каких-то, там, не знаю, трудностей. Мы перестаем пить спиртные напитки, мы что-нибудь еще перестаем, да, вот перестаем спать ложиться в 2 часа ночи. Я знаю, что у многих самоизоляция режим сбился, я сама вот раньше часа, к сожалению, не ложусь. У меня крепкий здоровый иммунитет, у меня крепкий здоровый иммунитет, у меня здоровое тело, тело дорогое, тело любимое. Кстати, кто еще не видел, а, завтра же, у нас завтра второй урок арт-терапия марафона про любовь к себе. Поэтому вы можете проделать первый урок, если вдруг не видели, и ждите завтра второй урок выйдет. Что еще? Вот теперь я перехожу к фигурам, да, кто я? Вот здесь очень момент интересный, как я могу, каким цветом я себя ассоциирую, да? Какого цвета я? Какого цвета я здоровая? Я вот понимаю, что я не хочу, я хочу желтый цвет, я здоровая, я сияю, я излучаюсь, да, как солнышко. и вот я сейчас еще добавлю вот этой по точности. тело дорогое, тело любимое, и я поняла, что мне хочется все-таки вот контакт с внешним миром, поэтому я вот такие вот штуки распускаю, соединяюсь со своим иммунитетом. Мне прям хочется опустить и опускаю. связь с миром, то есть не я в клетке заперта, у меня есть контакт с миром, но при этом я защищена. просто вот на уровне чувств, я понимаю, что вот вот этот иммунитет, он прям меня запер, давит, он не давит на меня, но вот это вот тема изоляции, да, я люблю свободу, поэтому раз я люблю свободу, значит, вот так вот, а вот я возьму и вот контакт сделаю, видите, здесь очень интересно получается у меня как я заперла даже клетку коронавируса, очень интересно, и вот я опять скругляю все и пересечения. Почему скругляю? Потому что это вот гармония, углы это конфликт, а у меня же все хорошо, я гармонизирую ситуацию. Я выбираю крепкий иммунитет, здоровое тело. Беру еще, наверное, зеленый фломастер. мне вот так хочется выделить. и опять работаю с цветом. Как у меня вот этот вот штука, смотрите, она у меня теряется, что я делаю? Я же ей даю место в своей жизни, без нее никак, фломастером. И вот здесь я соединяю с розовым. Ей есть место в жизни. пересечения скругляю. Хочется вот так сделать. Ну, пусть будет так. и еще раз я выделяю. можно даже знаете, прям хочется добавить темно-синего. Темно-синий цвет ясности, цвет осознанности, цвета глубокий такой медитативный цвет. То есть вот чтобы это было видно. Даю место. Кстати, фиолетовый цвет, цвет высших сил. То есть вот то, о чем я говорила, я взяла на уровне интуиции этот цвет. получается, что нам этот коронавирус дам ну, как бы высшими силами, да, для высшего сознания. Хочется добавить, выделить. У меня твердый черный карандаш, его не очень видно, зато есть оттенок. и дальше продолжаю добавлять цвет. У меня слушайте, у меня прям вот опять фиолетовый, уже третий фиолетовый, но вот берет рука, значит, так надо. это на уровне высшего сознания я выбираю здоровье, иммунитет. Ну и контакт с коронавирусом тоже, контакт, дружеский контакт. Дорогой вирус, покажи мне все, что мне требуется знать, чтобы я оставалась здоровой, полной сил, как мне требуется поступать, жду подсказок. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, у нас уже эфир подходит к концу. мне хочется прям какого-нибудь холодненького цвета. вопросов больше нет. Я смотрю, вопросов нет. Я куда-то уехала от монитора. Задавайте вопросы, что вас еще интересует. Напишите насколько вам понятна была тема с биологическими законами Хаммера. Понятно или нет, насколько вы согласны, насколько вы вообще согласны, что будет вторая волна. И это не происки капиталистов, а просто потому, что эволюция запланирована. Другой вопрос, как государство будет реагировать. Это вот другой вопрос. И опять эту панику поднимать мне бы очень не хотелось. Все-таки вот осознанно. Очень пугает на самом деле тема дистанционного образования. Сейчас все активно готовятся. У нас вот проталкивают эти вот законы все. Уже протолкнули и теперь готовят родителей. то ли к тому, чтобы учить детей, то ли растить не очень, а самим работать, то ли что. Опять же, как показал опыт, дети не являются переносчиками. Это уже доказали. Но, к сожалению, у нас же меры такие запретить, а там разберемся. Лучше перестраховаться вместо того, чтобы разобраться. это на мое здоровье. Знаете, мне хочется ярче еще свое здоровье усилить. Я вот сейчас смотрю, фон у меня перетягивает на себя внимание. Поэтому хочется что-то сделать, что-то добавить. Я придумала, что я добавлю. Вот у меня рука прям пошла. Можно взять зеленый цвет. Я поняла, почему у меня рука пошла. У меня очень мягкий зеленый карандаш был. Ой, синий. Прямо рисовать им одно удовольствие. в силе нейро арта вообще лучше рисовать акварельными карандашами, но я их с собой не взяла. У меня вот тут уже тряпочка тоненькая. Твертая тоненькая тряпочка. Ищу сейчас зеленый карандаш, чтобы усилить свой иммунитет. У меня уже здоровый иммунитет, крепкий. можно добавить что у нас зеленым сочетается. А зеленым у нас что сочетается? Сочетается. А я наверное даже возьму серенький. то у меня не серенький, то у меня какой-то черненький. И будет черненький. Вот. Я поняла, что у меня сочетается. У меня вот такой фломастер есть. Сочетался. Темно-зеленый, темно-изумрудный. Вот он мой здоровый иммунитет. Мне нравится цвет. Очень темный. Идем другим. Вот этот полегче цвет. Мой здоровый иммунитет. от него лучики здоровья вот такие вот идут какие-то. цвет. Вот вот я сейчас прям усилила себя. Выделила. давайте вот маленькую букашечку тоже выделим. Мне вот сейчас захотелось соединить их. Ну и пусть будет. почему бы да. Тоже контакт со вселенной опять же в потоке. Все в потоке. Вот собственно все, что я хотела вам показать, рассказать. Можно вот тут немножко фиолетового еще усилить. только вокруг фигуры. Именно вокруг фигуры. все, закончено. Если у вас вопросов нет, жду вас в своем арт-марафоне про любовь к себе. Приходите, выполняйте задания. Задания очень интересные, очень познавательные, себя открывательные.